Здравствуйте! В эфире новости в студии Бейбет Мамлеев. Сурдоперевод осуществляет Даврен Абдрасилов. В этом году в Венбихчир-Казахском районе Алматинской области планируется запуск горно-обогатительного комбината, расположенного на Багутинском месторождении Вольфрамовых руд. Глава области Марат Султангазей встретился с владельцами компании и обсудил с ними вопросы предоставления помощи, необходимой для полноценного запуска комбината. На встрече присутствовала и наша съемочная группа. Подробнее о том, что требуется для старта добычи Вольфрама на территории области, расскажет наш корреспондент. ТОЖТСУ Вольфрамы является инвестором и недропользователем-держателем контракта на добычу Вольфрамовых руд на Багутинском месторождении в Алматинской области и входит в перечень 45 казахстанско-китайских проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества. На встрече с Акимом области инвесторы озвучили ряд вопросов, от решения которых зависит полная реализация проекта. По окончании строительства комбината на Багутинском месторождении будут добывать и перерабатывать до 3,3 миллиона тонн вольфрамовой руды и 65-процентный концентрант триоксида вольфрама. В дальнейшем планируется строительство комплекса глубокой переработки, что позволит получать паравольфрамат аммония, который является исходным материалом для производства изделий, содержащих вольфрам, а потому для нашего дела требуется электроэнергия в большом объёме, а также достаточное количество воды. Кроме электричества и воды, инвесторы из Поднебесной подняли вопрос и по снижению ставки по налоговым выплатам, а также предоставление рабочих виз для специалистов из Китая. Глава региона остановился на каждом из вопросов. Для обеспечения предприятия водой и светом мы переговорим с Алатау, жарокомпанией АСЭ и Балхаш-Алакольский бассейновой инспекции. Это касается налоговых отчислений. Этот вопрос нужно обговаривать с министерством. За это отвечают они. Поскольку снижение ставки налогообложения для рудодобывающих предприятий в законе не прописано, однако если вы будете заниматься переработкой или обогащать руду, то сумму налога на добычу полезных ископаемых можно уменьшить. Вместе с тем потребовалась помощь инвесторам и в предоставлении рабочих виз для специалистов из Китая. Ведь для обучения местных граждан нужны опытные старшие работники. Насчёт виз. В 2022 году при проверке были выявлены 37 человек без необходимых для пребывания на территории страны документов. Их депортировали. Однако после никаких проблем не было. Для предоставления дополнительных рабочих виз нам нужны от вас конкретные вопросы. В каких моментах и где конкретно имеются проблемы. Мы постараемся вам помочь. Вместе с тем представители ЖИТСУ Вольфрам отметили, что с началом реализации производства сумма инвестиций в предприятие будет только расти, а комбинат развиваться. После завершения строительства завода и ввода предприятия в эксплуатацию примерно через два года, мы начнём увеличивать производственные мощности. Если вначале фотоэлектрическим способом обогащения мы планируем перерабатывать 3 миллиона 300 тысяч тонн руды, то позже эта цифра дойдёт до 5 миллионов тонн. Для этого мы намерены инвестировать 100 миллионов юаней. После этого, когда начнётся стадия глубокого производства, мы планируем инвестировать 100 миллионов долларов США. Глава региона, упомянув договорённость с инвесторами, отметил необходимость начала процесса обучения местной молодёжи на базе высших учебных заведений, либо на самом производстве. Он упомянул, что в рамках соглашения СУАР в Китае уже намереваются поехать обучаться по специальным грантам 30 казахстанских абитуриентов. Вместе с тем, Аким области отметил вопрос занятости местного населения Инбекши Казахского района. Крупные обязательства могут, конечно, взять на себя различные компании из других регионов. Однако такие гарантии, как обеспечение питанием и прочее, я думаю, что могут взять на себя местные предприниматели. Хоть мы и говорили об этом ранее, вы заключили соглашение с тремя индивидуальными предпринимателями, не проживающими на территории района. Каждая сторона озвучила свои требования и просьбы, а это значит, что успех переговоров будет зависеть теперь непосредственно от реальных действий сторон. Если каждый удовлетворит вышеупомянутые пункты, то сотрудничество можно считать успешным. Развитие инфраструктуры в Райбекском районе Алматинской области идет полным ходом. Среди новых объектов можно отметить школу искусств в селе Харасас и фельдшерско-акушерский пункт в селе Угольщик. Согласно графику, строительство всех 12 проектов будет завершено уже в ближайшие несколько лет. В этом году планируется ввод в эксплуатацию 8 объектов, а остальные будут сданы в 2025 году. На кой стадии ход строительных работ узнавала наша съемочная группа? В селе Карасас Алматинской области вот уже буквально через месяц откроется новая школа искусств. Все это благодаря инициативе местных жителей и поддержке Алматинского областного управления строительства. Ранее в селе уже существовало учреждение, занимавшееся обучением творческой молодежи. Однако, по словам представителей власти, в устаревшем здании было сложно полноценно реализовывать творческий потенциал учеников. И поэтому было принято решение о строительстве современной школы искусств. Строительные работы были начаты в марте месяце прошлого года. И уже приблизительно к середине следующего месяца мы планируем завершить этот объект. Работы ведутся согласно графику. В настоящее время рабочий занимается облицовкой здания. И думаю, что мы сдадим его в положенный срок. Ответственность за реализацию данного проекта лежит на подрядной организации ТОО «СП «Нифт». На возведение нового объекта было выделено около 900 миллионов тенге. По словам строителей, работы ведутся согласно утвержденному плану. И уже в августе новая школа искусств будет передана на благо жителей села Карасас. Открытие обновленного очага творчества станет важным событием для развития культурной жизни сельчан и позволит молодежи в полной мере раскрывать свои таланты и способности. Всего в Раимбекском районе ведется строительство трех зданий. Это государственные объекты. Все работы ведутся согласно утвержденного графика. Вот эта школа в селе Карасас будет сдана в эксплуатацию в августе текущего года. Для строительных работ привлечено 35 строителей. В настоящее время объект находится на стадии завершения. Уже установили межкомнатные двери, санузлы, проводят освещение. 90% работ уже выполнены. Осталась только отделка помещений. В рамках развития сельской медицины в Казахстане по заказу управления строительства Алматинской области в селе Угольщик Раимбекского района был возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект, рассчитанный на 800 человек, построен компанией «Тунас» за 120 миллионов тенге. На данный момент строительство ФАПа завершено, однако его ввод в эксплуатацию пока откладывается из-за необходимости урегулирования вопросов по оформлению документации. Ожидается, что после решения всех формальностей новый медпункт будет введен в действие в течение ближайшей недели. Инфраструктура медицинских учреждений в Раимбекском районе находится на хорошем уровне. За последние пять лет в регионе запустили две врачебные амбулатории и три фельдшерско-акушерских пункта. Это, несомненно, радует, что наш район активно развивается в данном направлении. Несмотря на наличие лечебных учреждений во всех селах Раимбекского района, главный врач центральной больницы Руслан Кокузов сообщил, что стены основного медицинского объекта находятся на грани обрушения. Руководство области выразило желание поддержать проект реконструкции центральной больницы. Главный врач района подчеркнул необходимость строительства новой современной поликлиники, которая сможет обеспечить качественным медицинским обслуживанием всех жителей района. Своевременное вмешательство и финансирование проекта реконструкции медучреждения позволит сохранить важный социальный объект и улучшить доступность медицинской помощи для всего населения Раимбекского района. В Ильицком районе будет построен всемирно известный завод «Пепсико». Хотя название звучит как «популярный напиток», это предприятие не имеет к нему никакого отношения. Завод, которым владеет американская компания, занимается производством картофельной продукции. В новый проект, расположенный в Ильицком районе, планируют инвестировать 160 миллионов долларов. Где именно будет построено гигантское производственное предприятие? Когда начнется и закончится строительство? Узнаем в следующем сюжете. Общая площадь строящегося завода составляет 26 гектаров. Его возведение начнется в сентябре. В строительстве будут задействованы около 1000 человек. Запуск производства намечен на 2026 год. При полной реализации проекта будет создано 350 новых постоянных рабочих мест. Завод будет производить картофельные чипсы и другие соленые закуски. По плану, мощность предприятия составит 16 тысяч тонн готовой продукции в год. С 2027 года этот показатель увеличится до 21 тысячи тонн. Мы с вами находимся в начале подготовительных работ. В ближайшее время мы планируем начать строительные работы. Надеемся, что это будет сентябрь. Делаем все возможное, чтобы это был сентябрь этого года. Реализация проекта – это март 2026 года. Завод по производству соленых снеков и закусок компании «Пепсико». В частности, мы будем производить картофельные чипсы, лейс. Ламатинская область, во-первых, географически, если мы говорим про перспективы Центральной Азии, очень успешно расположена. У нас, конечно же, приоритетный рынок – это Казахстан, в первую очередь, но также мы рассматриваем экспортную продукцию еще и в Кыргызстан и в Узбекистан. То есть, Центральная Азия в целом будет покрываться этим. Компания «Пепсико» намерена закупать сырье у казахстанских фермеров. Сегодня отечественные крестьяне ведут переговоры о поставке пробных партий картофеля. А в период с 2026 по 2030 годы объем закупаемого сырья у местных аграриев увеличится на 66 тысяч тонн. Помощь в проведении необходимых инженерных сетей оказывают все учреждения региона. Со стороны АО «АЖК» были выданы технические условия на вынос линий электропередач с территории застройки. Со своей стороны АО «АЖК» оказалось всевозможную поддержку в плане согласования трассы линий, проекта. Мощность есть порядка до 4 мегаватт с подключением от новой подстанции КОКПА-1, которая тоже была именно построена для развития города Алатал. В настоящее время подстанция находится в ведении Акимата. Надеемся на дальнейшую передачу ее к нашим сетям. Производство не будет наносить вреда окружающей среде, заверяют авторы проекта. Благодаря новым технологиям планируется введение безотходного производства. Вместе с тем, благодаря расположению завода в городе Алатал, это, несомненно, отразится на росте экономики региона, а также поспособствует обеспечению занятости местных крестьян. «Это даст нашему региону еще одну возможность развивать экономику области. Во-первых, на территории региона откроется высокотехнологичный промышленный объект. Разовьется инновационный технологичный трансферт. Работники из числа жителей смогут приобрести новый опыт и знания. Вместе с тем, увеличится экспортный потенциал. А также это и дополнительные налоги в бюджет области». Американская компания намерена реализовать проект в кратчайшие сроки. По плану данное производство начнет экспортировать продукцию по всей Центральной Азии. А уже в скором будущем руководство предприятия вложит 200 миллионов долларов в строительство второго дополнительного промышленного здания. Сколько веревочки не виться, конец все равно будет. В Алматинской области выявлены хищения бюджетных субсидий. Таковы результаты проверки управления сельского хозяйства областной прокуратурой. Как оказалось, специалисты, курирующие отрасль, осуществляли выплаты крестьянам избирательным методом. Сумма нарушений составила 4 миллиарда 800 миллионов тенге. В том числе был похищен 1 миллиард 200 миллионов, предназначенные на проведение сельционных работ и увлечения поголовья скота. По факту же эти работы не были выполнены. На данный момент в регионе проводится анализ эффективности развития сферы сельского хозяйства, ведется работа по возврату субсидий. Уже возвращено 110 миллионов тенге. По факту хищения бюджетных средств началось досудебное расследование. Более 5 миллиардов тенге не поступили в государственную казну в Алматинской области только за 2022 год. Выявлено 677 иностранных большегрузных автомобилей, за которые не был уплачен первоначальный взнос. Такие нарушения установлены специалистами органов государственных доходов совместно с прокуратурой региона. На данный момент департамент экономического надзора возбудил уголовные дела в отношении 413 налогоплательщиков. Специалисты напоминают, что всем гражданам, в числе которых автовладельцы, необходимо своевременно оплачивать штрафы и налоговые отчисления. В противном случае дело будет передано непосредственно судебным приставам. Стоит отметить, что в этом году вместе с изменением ставки МРП в Казахстане увеличились и размеры штрафов. По результатам проверки Управления административной полиции Алматинской области установлено, что за период 2022 года из-за границы ввезено 677 большегрузных автомобилей без уплаты сбора в размере 5 миллиардов 100 миллионов тенге и государственной пошлины на сумму 700 тысяч тенге за первичную регистрацию транспортного средства. В Алматинской области продолжается проведение эко-акции «Чистый четверг». В рамках санитарного мероприятия с территории Карасайского района было вывезено более 40 тонн мусора. Стоит отметить активное участие всех жителей региона, которые поддерживают инициативу президента. Так, к очистке территории приняли участие около 500 человек из 11 округов. Также было задействовано 12 единиц спецтехники. Нынешний четверг на этой неделе был посвящен уборке автодорог. Так, жители регионального центра очистили от мусора участок автотрассы в направлении Каскелен-Шамалган. Они постригли траву и очистили от мусора придорожную территорию. Свою лепту в наведение порядка внесли 72 участника субботника. В этом субботнике под названием «Чистый четверг» к уборке территории привлечены жители всего района в рамках акции «Таза-Казахстан». Это мероприятие мы проводим еженедельно. В нем задействованы государственные служащие, работники коммунальных служб, молодежь, волонтеры и непосредственно сами жители Карасайского района. В Алматы расследуют причины крупного пожара, который произошел в бутиках контейнерного типа рынка Мизам. Самую проблемную дорогу Казахстана показали в Министерстве транспорта, а в столице нашей страны сотрудники правоохранительных органов помогли уткам. Подробности республиканских новостей в материале нашего корреспондента. В Алматы проводят расследование причин крупного пожара, который произошел в бутиках контейнерного типа рынка Мизам. Дознаватели завели уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности. Руководство рынка не исключает версию поджога, а владельцы сгоревших бутиков в качестве причины называют короткое замыкание из-за постоянной протечки крыши во время дождя. На данный момент известно, что огнем уничтожено свыше 2000 квадратных метров. К тушению пожара были даже привлечены вертолеты МЧС, которые сбрасывали воду с воздуха. В результате огонь уничтожил складные помещения, где продавцы хранили свои товары – посуду, люстры, бытовую технику и прочее. Многие из предпринимателей понесли многомиллионные убытки. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время рабочего визита в Актюбинскую область проехал по самой проблемной дороге страны – Актубе, Хромтау, Карабутак. Трасса является одной из самых неудовлетворительных в нашей стране. На одном участке уже приступили к реконструкции. Это 30-километровый отрезок между Актубе и Хромтау. Здесь работает компания Sign My Destroy. В целом, пока не развернём работы по реконструкции на всём протяжении дороги, текущим ремонтом охватим самые разрушенные – 66 километров. Из них на 36 – работу уже завершили, отметил Марат Карабаев. По данным Минтранспорта, реконструкция на всём протяжении участка начнётся в следующем году. В столице Казахстана автопатруль заметил утиное семейство на пересечении проспекта Туран и улицы Каима Мухаммедханова. Чтобы спасти водоплавающих птиц, пришлось остановить транспортный поток. На видео сняли, как два сотрудника полка патрульной полиции поместили утку с выводком в свою автомашину. Они доставили птенцов к водному каналу «Сарбулак», где их и выпустили. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. В Черном море резко увеличилось число медуз. Гигантские морские обитатели были замечены у берегов Крыма. В Германии прошла выставка памяти женщин, боровшихся против нацизма. А в США жительница купила сразу шесть выигрышных лотерейных билетов. Подборка зарубежных новостей в нашем следующем сюжете. от корнеротов вполне могло произойти и в другой части побережья. Одной из причин увеличения численности морских обитателей ученые считают повышение температуры воды в море. 20 июля исполняется 80 лет со дня самого известного покушения на Гитлера – взрыва на волчьем логове. К этой дате немецкие художницы организовали выставку, рассказывающую о вкладе, который в борьбу с нацизмом внесли женщины. По словам авторов, женские свидетельства войны часто раскрывают иную картину, чем традиционная историография. Выставка, которая проходит в доме Вилли Бранда, штаб-квартире Социал-демократической партии, по мнению организаторов, как никогда злободневна. Рост популярности ультоправой идеологии заметен по всей Европе. А в Германии за последний год заметно участились нападения вандалов на мемориалы жертвам нацизма. Жительница штата Вирджиния в США выиграла в лотерею с каждым из шести купленных билетов и разбогатела на 180 тысяч долларов. Лотоя Берг рассказала, что решила испытать удачу, поэтому специально купила шесть одинаковых лотерейных билетов. Все они оказались счастливыми. Номера на них совпали с выигрышной комбинацией. Айгирим Коппаева по материалам интернет-ресурсов. 12 арбитров из Казахстана поедут на Олимпиаду в Париж. По данным Национального олимпийского комитета, арбитры, получившие приглашение, будут судить соревнования на Олимпийских играх по следующим спортивным направлениям. Художественная гимнастика, тяжелая атлетика, артистическое плавание, теннис, спортивная гимнастика, фехтование и сабля, баскетбол, борьба, бокс. Следует отметить, что для арбитра по спортивной гимнастике Тимура Амирбекова это уже четвертая Олимпиада. До этого он работал на Олимпийских играх в Афинах, Лондоне и Рио-де-Жанейро, а также был судьей на 18 чемпионатах мира. А судья международной категории по художественной гимнастике Алуа Бектурова имеет опыт работы на юношеских Олимпийских играх в Унесс-Аресе в 2018 году. Сборная Казахстана уверенно движется к началу Олимпийских игр в Париже. На данный момент в копилке нашей команды 80 путевок по 25 видам спорта. Среди этих спортсменов есть и молодые таланты, которые будут представлять страну на главном спортивном событии четырехлетия. Одной из таких перспективных атлетов является Айгерем Сарабай, спортсменка, получившая путевку по фехтованию. Еще в конце прошлой недели в Фуджере завершился финальный отборочный турнир по фехтованию, в рамках которого были распределены Олимпийские квоты. Актив команды Казахстана пополнился еще одной путевкой. Ее обладательницей стала Айгерем Сарабай, проявившая себя в соревнованиях на шпаге. В финале я выступила со спортсменкой из Гонконга. Также мы состязались с атлеткой из Австралии. Именно в этой борьбе мне пришлось приложить все усилия для победы в соревнованиях. Соперники были достойные. Теперь же нам предстоит выступление на чемпионате Азии. После перерыва мы приступили к тренировкам, оттачиваем технику, физику, тактику. После этого уже приступим к сбору во Франции. Предстоит большая работа. Фехтование – единственный вид боевого спорта, в котором весовые категории не учитываются. Тем не менее, среди олимпийских атлетов сила ног фехтовальчиков находится в приоритете. По словам тренера Айгерем Сарабай Александра Тарчука, для полноценной подготовки спортсменов также необходимо параллельно оттачивать не только физическую, но и психологическую составляющую. Через день мы заезжаем на базу Жанашар, где будет проходить подготовка к чемпионату Азии. То есть это еще очередной этап, где мы набираем очки в международный рейтинг. И с каким рейтингом, в частности, Айгерем Сарабай придет на Олимпийские игры. К Олимпиаде будем готовиться уже непосредственно во Франции с 10 июля. Впервые за всю историю Казахстана сборная по фехтованию завоевала право выступить именно в командном зачете, так как на предыдущей Олимпиаде атлеты состязались индивидуально. Уже совсем скоро честь нашей страны на предстоящей Олимпиаде будут защищать Эльмир Олимпжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эрлик Сертай. Айгерем Купаева, Елым Жерцун, Казатель, радиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. На этом очередной выпуск новостей завершен. Всего вам доброго, до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин